Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Также с нами сегодня мама работает. Мы опять меняем Донни. Но снимать уже как меняем Донни я не буду. Этот ролик будет посвящаться поздним отводкам. Итак, подводим как бы такие предварительные итоги. В 2018 году с нами был сделанный эксперимент, пустивший в зиму три поздних отводка. Нами было замечено, что... Ну, они пускались один в пенополиуретановом уле и два в деревянных. Нами было замечено, что поздний отводок в пенополиуретановом уле с размером пчелы килограмм 800 и посадивший на полномедные рамки перезимовал лучше всего. В 2019, соответственно, мы повторили картину, но только уже включающую опыт 2018 года. Мы сделали 12 отводков однотипные. Ну, 10 было однотипных, которые заключались с килограмм 800 пчелы и на 5 рамок. И два немного другие. Один чуть-чуть послабше, один чуть-чуть посильнее. И сейчас подводим итоги. Ну, в процессе подготовки к зимовке мы обнаружили две безматочные семьи. Два отводка нам пришлось зарасформировать. В процессе еще такой, как бы, визуального осмотра мы обратили внимание, нам показалось, что очень мало пчелы. И нами была принята экстренная мера соединить два поздних отводка между собой. Вот это он первый, который был соединенный. Один соединялся килограмм 800 пчелы, а другой имел вроде бы килограмм 250. Сейчас, ну, тут написано. Ну, сейчас посмотрим, когда. Да, один килограмм 250. Нами было просто. Переложено в один улей их вместе. Матку мы тут не искали. Тут, ну, как бы, две маточки. Ну, на данный момент они занимают раз, два, три, четыре. И тут они есть. Вот тут уже пару пчелок. Так что четыре улочки. Раз, два, три, четыре. Ну, четыре с половиной. Ну, четыре, грубо. Все на данный момент призимовали. Но насколько эффективно, неэффективно, это уже покажет весна, насколько они смогут справиться с поставленной задачей. Но, ну, сейчас мы поменяем вот в этом дно сначала, ну, в пару поменяем и будем дальше анализировать. Ну, если в пчелосемьях подмора очень мало наблюдается, то, мне кажется, в поздних отводках он все-таки будет немного побольше. Ну, да. Видим, что тут его немного побольше. Так и есть. И вот тут немного побольше. Кстати, можно посмотреть, нету ли тут второй матки. А вот, наверное, и вторая матка. Нет. Належала так, казалось. Ну, нету, не видно. Как будет возможность, мы сделаем тут ревизию и посмотрим. Почему тут больше, чем семьях-то, друзья? Тут все элементарно. Пчела заселялась старая. Какой-то час отошла еще до формирования зимнего клуба, скажем так. Другая еще доживала свое время и понемногу отошла. Вот вам тут и результат. Так, подходим к другим. Мам, меняем. Переверни дно. Что там? Не встал? Ага. Ну, видим, что практически одинаковое количество. Сейчас посмотрим, как они сидят. Надо было бы, конечно, посмотреть, пока мы дно не поменяли. Ну, ладно, уже как есть. Ну, видим, что одинаковое количество. Так, посмотрим, как они сидят. Ну, вот эти сидят так. Занимают раз, два, три, четыре улочки. В пятой их нету. Ну, пчела сидит. Ну, кто-то вместе с ними живет. Какой-то мотылек. Пускай живет. Вот, смотрим другой. Ну, эти заняты все свои улочки и сидят довольно хорошо. Давайте посмотрим, пока они поменяли. Да. Ну, видим. Отводки еще сидят в клубах. И довольно мне нравится, если честно. Так что, друзья, исходя из этого опыта, мы поняли, что посылать поздние отводки, зимовать в деревянных улев нет смысла. Так как, ну, из результата 2018 года было обнаружено, что они перезимовали. Но в одном осталось буквально горсть пчелы и матка. У нас ведь и есть ролики на канале, вы можете посмотреть и проанализировать. А во втором, ну, больше-меньше, скажем так, перезимовало нормально. Ну, это получается 50 на 50. Тут же из 12, сейчас осталось, ну, 9, и они все перезимовали, и все довольно одинаково. Видим, точно так же вот сидят с клубиком. Так. Точно такая же картина. Да, их немного, но что-то-то перезимовало. Да, точно такая же одинаковая везде картина. Ну, и тут точно так же все. Все идентично. Одна рамка лишняя. Так что, если в следующем году будем, ну, а мы в любом случае будем делать подобное. Ну, хотя увидим еще, как они будут развиваться, скажем так. Может, будем им не 5 рамок оставлять, а сразу же 4. Потому что почти в каждом мы видим, что одна лишняя. Так, все, мама, меняем. Машенька снимает. Так. Падает у нас дождь. Вчера была такая погода. Ну, ждали вчера, короче, облет, но облета так и не было. Но хотя уже с понедельника гидромедцентр обещает нам вроде бы весну. Так что, видим, что в поздних отводках ситуация практически одинаковая. Есть еще дно, мам? Не бывает. Ну, все, Машенька, давай тогда посмотрим, чтобы людям уже показать, как сидят сейчас на данный момент семьи. Некоторые, ну, из тех помененных донев, что мы поменяли, семьи одни еще в клубе, одни уже не в клубе. Как бы, ну, уже погода довольно такая, что на показатели это уже нельзя. Но увидим, эти еще сидят, можно сказать, клубом. Еще не расползлись. Соседи сидят. Ну, эти, ну, есть очертания клуба, но... Да, не, эти уже расползлись. Видим, одна семья так, одна так. Сегодня 26-е, но эти полностью разошлись. Тут чувствуется тепло. Так что на данный момент это уже нормальная картина. Но вот эти еще сидят. Одна рамочка у них лишняя сидят. Так что, друзья, кто-то говорит, рано-не рано меняю, не нужно в мероприятия ходить и смотреть. На эти... На коллеги... Мам, очистите. Будем менять. Смотреть на расположение клуба. Друзья, не лишнее мероприятие. Потому что вот если бы я не посмотрел 20 января, как сидит клуб, я бы не понимал. Вот, например, я пришел вот в эту семью. Я поднял сейчас крышу. И я не понимаю тут никакой картины. Пчелиная семья полностью расползлась. Есть ли у нее корм? Нет у нее корма? Вообще не знаю. Но когда 20 января я... Мам, я обнаружил, что пчелиный клуб сидит вот тут. Оценку я им поставил в виде плюса. Я понимаю то, что вот это у них еще все корм. Сейчас на данный момент тепло. Они расползлись. Но я знаю, что у них тут корм есть. И это меня не заставляет делать весеннюю ревизию. И смогу дождаться буквально 25 марта до этого мероприятия. Все, друзья. Сейчас мы еще поменяем эти дони и покажем. Итак, друзья. Меняем последние три отводка. Там мама посередине. Такая же картина по подмору. И меняем последний. Ну, друзья, видим... Ну, давайте еще один поменяем. Семью. Есть у нас одно дно. Чисто поменяем, чтобы показать разницу между семьей и отводком. Видим, в семье подмора практически нет. Так, что, друзья, подводим итоги. Там еще один отводочек есть, но мы уже не будем подходить, так как дождь падает, некогда заниматься этим. Он точно так же перезимовал, как и эти. Значит, подводим итоги. Пчелу с нуклеусов можно использовать повторно в качестве формирования поздних отводков. То, что они зимуют, это однозначно. Теплые улья способствуют хорошей зимовке. Так как в деревянных зимовка может составить 50 на 50. Весеннее развитие будем уже вместе с вами наблюдать. Насколько есть толк с этих отводков. Так как пока, не понимая картину весеннего развития, мы можем понять, что это просто запасные матки. Но если этот отводочек будет хорошо стартовать и развиваться, соответственно, он может к определенному сезону, ну, времени стать полноценной семьей. Ну, как-то так, друзья. Я, значит, доволен, рекомендую такой способ, так как второй год уже говорит о чем-то. И, ну, анализ проведен. На этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится дизлайки. Все, всем пока-пока.